Не только общественный транспорт, но и общественные места могут нести опасность для жителей региона. Сегодня судебные приставы Иркутска приостановили деятельность крытого ледового катка Ice People, а также одного из самых крупных в Сибири торгово-развлекательных центров Silver Mall. Виной тому нарушение требований пожарной безопасности, которые выявили в ходе проверок. Здание Silver Mall способно вместить в себя около 35 тысяч человек, а значит вопрос об эвакуационных выходах и соблюдении норм пожарной безопасности стоит очень остро. Сейчас в торговом комплексе располагается порядка 200 будиков, 14 кафе и 13 кинозалов. Сегодня днем возле входов появились таблички о том, что Silver Mall закрыт. Посетители не пускают охранники, а арендаторы вывозят свои вещи. Решение о закрытии принял суд после обращения прокуратуры Иркутска, однако администрация торгового центра планирует обжаловать его. Мы не понимаем, за что нас закрывают, поскольку нам не передали ни одного уведомления и не сказали ни об одном факте нарушений. Суд назначен по поводу нашего искорства на 15 мая. То есть на данный момент мы не знаем, что нам исправлять, какие нарушения мы допустили в данном случае. И, к сожалению, мы сейчас обязаны, согласно законодательству Федерации, прекратить свою коммерческую деятельность. Деятельность торгово-развлекательного центра приостановили по целому ряду причин, как сообщили нам в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, из 275 пунктов в перечне правил пожарной безопасности нормам соответствовали только 5. После выявления подобных обстоятельств суд принял решение закрыть Сильвермолл незамедлительно. В обеспечении гражданского иска судом была принята мера по запрету эксплуатации данного здания. Что касается экстренности, то документ немедленного исполнения не предполагает длительность его исполнения. То есть это нужно делать немедленно, чтобы пересечь возможное нарушение прав законных интересов, не говоря уже о причине вреда жизни и здоровью гражданам Российской Федерации, но иностранным гражданам были приняты такие меры. Это уже не первый торговый центр в нашем регионе, который закрыли после проверки МЧС и прокуратуры. На днях свою деятельность приостановил комплекс «Новая дача» на Байкальском тракте. Кроме того, до 13 мая устранить нарушения обязаны «Радуга», «Вхомутова» и «Карамель», что находится в Иркутске. Если произвести нехитрые расчеты, становится понятно. В совокупности свою работу заморозили более 300 торговых точек. А это значит, что все продавцы и другие сотрудники сейчас остались без источников дохода.